Любое действие имеет последствия. За то, что все уже смирились со вторжением России на территорию Украины в 2014 году, в прошлом году все и поплатили же полномасштабным вторжением и массовыми жертвами. Но не стоит забывать, что и для России последствия этой войны колоссальны. Беспрецедентные секторальные санкции запустили процессы, эффект от которых не видим сегодня, но будет точно ощутим в долгосрочной перспективе. Война никого не делает богаче и счастливее. Россия вылетела из большой восьмерки и де-факто с ней никто не хочет иметь дело в большой двадцатке. О позиции Индии и Китая я вам уже говорил. Любые слова и действия имеют последствия. В любом случае война еще не закончилась, так что остается только ждать. Ну а подбить итоги того, что все же произошло за минувший год на поле боя, я попросил своего гостя, генерала НАТО в запасе, военного аналитика, который очень тщательно следит за ситуацией в Украине, Бена Ходжеса. Бен, добрый день. Спасибо, что уделили мне время. Первый вопрос мой будет таким. Как бы вы оценили прошлый год с военной точки зрения? Чего удалось и чего не удалось добиться Украине? Ну, в первую очередь, Украина достигла точки невозвращения. Пути назад нет. Мне предельно ясно, как думаю и большинству обозревателей, что украинские военные и украинский народ обладают большей силой воли, чем российские солдаты и российский народ. Мне очевидно, что ситуация с логистикой для украинской армии, хоть там и есть сложности, намного лучше и становится все лучше с каждой неделей. Логистика у россиян очень хрупкая, а украинский генштаб очень разумно атакует российские логистические узлы, транспортные развязки, склады с боеприпасами, бараки, все эти объекты. Я думаю, это приносит свои результаты. Я также поражен, насколько профессионален украинский генштаб, как быстро он повзрослел, как хорошо он разрабатывает и реализовывает то, что мы называем оперативным искусством. Ну и в итоге я бы сказал, что если сравнивать украинские и российские войска, то у украинцев есть способность к адаптации, обучению, использованию новых технологий и инноваций. У них есть дисциплина. Когда я вижу видео с войны, украинские солдаты всегда в соответствующей военной форме. Видно, что они на страже. В то время как с российской стороны я не вижу стремления и способности учиться. Я не вижу, чтобы они должным образом адаптировались к существующим условиям на поле боя. Яркий пример — общежитие в Макеевке. Ну, смотрите, война идет 10 месяцев. Россияне все еще напичкивают сотни людей в одно здание без должной защиты, дисциплины. Мне кажется, их неспособность к обучению и неспособность меняться — это главная причина, почему украинцы победят. У себя в Твиттере вы написали, что считаете, что Украина может даже Крым вернуть под свой контроль. Насколько это правда, реально? И как много времени на это нужно? А также каким образом это сделать? Прежде всего, я полностью уверен, что Украина освободит Крым до конца августа, то есть через 8 месяцев. Я уверен, что Запад продолжит поддерживать Украину. США, администрация Байдена будут и дальше поддерживать Украину. Будет и двухпартийная поддержка Конгресса. Конечно, есть критика, но абсолютное большинство американцев и Конгресс и дальше будут поддерживать Украину. Мне кажется, что и большинство стран Европы будут это делать. Мы делаем не все, чего бы я хотел, чтобы мы делали, но все равно поддержка есть. Санкции очень важны. Я живу в Германии, я не слышу никаких жалоб на санкции. Сейчас цены на газ упали. Они ниже, чем раньше даже. Я думаю, что если это все в союзе с моральным негодованием в большинстве западных обществ, из-за тех военных преступлений, которые Россия совершает каждый день. Убийства гражданского населения, удары по гражданской инфраструктуре. Никто не собирается ослаблять давление на Россию. А если Россию загонят в безвыходной ситуации, насколько вероятно, что Путин может применить ядерное оружие, например? Ну, я бы сказал, что Россия уже в безвыходной, проигрышной ситуации. Нет способа вернуть все назад. Для Кремля нет света в конце туннеля. Конечно, и в Кремле, и вокруг него есть люди, которые отказываются это принимать. Но я думаю, что люди, которые серьезно задумываются, признают, что это катастрофа, за которую на 100% ответственен Владимир Путин. И мне кажется, что внутри Кремля происходит определенная борьба власти между собой. В России под поверхностью все это происходит. Я, конечно, не эксперт в этой области, но признаки точно есть. Но я понимаю суть вашего вопроса. Если Россия будет окончательно проигрывать, применит ли она ядерное оружие или что-то подобное? Конечно, я воспринимаю подобную угрозу очень серьезно. У них тысячи ядерных боеголовок. И, конечно, Путину начхать, сколько погибнет невинных людей, включая его собственных. Но я думаю, что ядерное оружие не даст им преимущества на поле боя. Оно ничего не изменит, не даст им возможности ни с того, ни с сего завладеть моментом и воспользоваться ситуацией в свою пользу. Я думаю, что российский генштаб и люди, которые окружают Путина, верят президенту Байдену, который сказал, что в таком случае последствия для России будут катастрофическими, если они используют ядерное оружие. Если принять во внимание два этих фактора вместе, я думаю, шансы очень малы, что они применят ядерное оружие. Конечно, я могу ошибаться, но по моей оценке шансы очень невелики. Российское ядерное оружие наиболее эффективно, пока они его не используют, поскольку тогда мы сомневаемся, что мы можем сделать. Я думаю, что мы слишком ограничили себя в каких-то вещах из-за привилеченного, как по мне, страха, что ядерное оружие может быть использовано. Есть еще один очень интересный аспект, о котором я хотел бы вас расспросить. Очевидно, что в военном руководстве России раскол. С одной стороны, есть Пригожин и его вагнеровцы, с другой – Министерство обороны, а с третьей, похоже, еще и ФСБ ведет свою отдельную игру. Насколько это может влиять на военные успехи или неудачи России? Это очень, очень хороший вопрос. Одно из первых правил войны, которое основано на столетиях изучения, анализа и опыта – это единство усилий. Очевидно, что у силы Российской Федерации нет единства усилий. Как вы и описали, у них множество соревнующихся между собой организаций и сил. Пригожин, владелец группы Вагнера, кажется, имеет какую-то связь с Суровикиным, который командует войсками в Украине. Но мне кажется, что Пригожин вряд ли исполняет приказы Суровикина. Он видит себя либо спасителем России и Путина, либо его заменой. Шойгу – министр обороны, который, как я видел, недавно танцевал и пел на новогодней вечеринке, в то время как несколько сотен его солдатов погибли или были ранены в Макеевке. Он связан с другой частной военной компанией. А еще есть мистер Кадыров с чеченцами. И я никогда не слышал, чтобы много чеченцев погибло на поле боя. Так что я думаю, что он тоже защищает себя на случай потенциального правительственного взрыва в России. И это только сухопутные силы, о которых я сейчас говорю. Мне кажется, что я не вспомню ни одного дня, когда Россия осуществила бы, что мы называем совместными операциями или многородовыми операциями, где, например, воздушные силы напрямую работают с пехотой или с привлечением флота, более масштабные операции. У них каждый занимается чем-то своим. Поэтому, когда у вас нет единства усилий, сложно добиться успеха против такого собранного, мотивированного и объединенного противника, как Украина. Мне лично интересно, как Россия со своей репутацией нации шахматистов, которая ценит и изучает человеческий интеллект, когда касается войны, они полагаются исключительно на силу толпы, убивая невинных людей и запихивая своих солдат в мясорубку. Честно, не похоже, что они могут это исправить, ведь это потребует значительных культурных и институциональных изменений. Спасибо большое. Генерал НАТО в запасе Бен Ходжес помог мне подвести военные итоги прошедшего года.